итак наш третий день это был день маминого рождения 30 августа я нашла в интернете на сайте куда.go это такое достаточно известный в россии туристический сайт куда сходить сегодня завтра на этой неделе в москве в питере и других городах нашла бесплатный музей индустриальный культуры в который мы решили отправиться мы по большей части любим экономить я уже говорила и любим посещать бесплатные музеи в третьяковке мы уже были несколько раз в своей жизни когда она была бесплатной я ходила туда ну когда извините 600 рублей стоит вход посмотреть те же самые картины которые ты видел в детстве в принципе для меня это не играет никакого значения я их уже видела поэтому если есть бесплатные картины я пойду их смотреть если нету индустриальная культура мне показалось очень интересно на сайте самого музея и на других сайтах я видела же там какие-то автоматы допустим газированной воды то есть много такой техники из советского союза из моего детства из маминого детства и молодости телевизор и фотоаппараты примерно то что я рассказывала вам про английские дома из серии 50 60 70 80 годы как существовал быт в россии про английские дома кто не видел смотрите вот в этом ролике тоже очень интересный музей в лондоне о котором мало кто знает так вот в этот парк мы ехали практически через весь город со стадиона динамо где мы оставили свои вещи и слава богу в отеле нам разрешили оставить свои вещи до вечера и было мы благополучно поехали налегке до станции метро волжская волжская мне было очень приятно потому что я сама родилась в городе тольятти на берегу реки волги поэтому волжская станция метро меня мне очень грела душу по навигатору было написано идти до этого музея 8 минут пешком когда мы туда приехали навигатор нарисовал другой маршрут и мы шли туда 20 минут по навигатору должно было быть а шли 30 минут причем сам музей мы так и не нашли шли через какую-то лесопарковую зону просто какой-то спальный район не центр уже и было достаточно страшно я еще такая вырядилась белые блузки в пиджаке такая на понтах было страшновато идти через лесопарковую зону где никого не было шел дождь потом уже увидели людей стали спрашивать куда нам идти они не знают никто не знает про этот музей ничего в общем мы попали пошли уже какие-то начались газопроводы какие-то заборы с колючей проволокой и и и мы уже такие ну вам такая куда ты меня привезла мой день рождения пропадает бла бла я говорю ну блин ну давай дойдем вот до того места где навигатор показывает посмотрим проходим мимо какой-то досах там самолеты старинные какие-то стоят танки какие-то тарзанки люди летают на тарзанках на картингах ездят зашли ну вроде бы индустриальная культура и техника какая-то но что-то не то нам подсказывало это было по данному адресу но только под названием 3 они 3 а а 3 а мы так и не нашли потом ну дошли до места где должно было быть 3 а там просто огромный такой забор и площадка какая-то стоит потом мы зашли обратно в досах и спросили у охранника там сторожка была и охранник стоял на входе спросили где же этот музей индустриальной культуры он говорит все нету горин как нету увезли горит его расформировали и перевезли в тулу по моему он сказал а здесь будет только парковка какая-то или что-то такое стоянку строит ну как же так мы ехали специально посмотреть все эти достопримечательности весь этот музей ну вот так вот как но что я говорит могу сделать вот так вот мама очень сильно расстроилась потому что на полдня считай пропала в каком-то районе непонятно какому уже потом пошли по прямой на станцию метро люблина сели и поехали москва-сити city москву чтобы хоть как-то поднять ей настроение это было в нашем плане хай-тек небоскребы и мы это все обожаем поэтому естественно мы поехали туда как раз уже распогодилось небо было голубое и настроение наконец-то наладилось центр москва и современная москва но во всех вот таких значимых точках москвы очень много вот этих вот строителей из азиатских стран как-то напрягала немножко я толерантный человек я очень толерантно отношусь ко всем другим культурам это у меня уже на работа на за 8 лет моей жизни в англии я очень спокойно отношусь но когда они такими большими группами собираются и вот так вот смотрят везде шоркают глазами и так страшно становится вот реально мне кто-то в комментариях пишет что москва уже не та москва превратилась в москвабад вот реально я прочувствовала это вот в таких вот точках на красной площади их много было воскресенье вечером москва-сити очень много они прямо такими группами ходят и страшно становится вот то что мы видели допустим на покровке вот эту вот старую москву старинную может быть они там тоже когда-то гуляют там по выходным мы еще видите в субботу в воскресенье приехали когда они работники ну строители они же в основном на строку приезжают гуляют сами по себе и они гуляют вместе потому что ну а с кем еще им гулять они приехали как-то познакомились и все вместе выходят на прогулки но это как-то напрягает вот это все что я хотела сказать про толерантную настю а так нам очень понравилось мы там тоже сели на таком какой-то амфитеатр получается ну такой сделанный мест рядом с мостом покушали там мама какие-то баранки что-то у нас колбаса была в общем свое мы же в перекрестке рядом с отелем купили в первый день какой-то еды ну чтобы как-то подпитываться по вечерам и вот все что осталось мы это доели в москва-сити и потом уже поэтому мосту пошли на другой берег фотографироваться на фоне на фоне этих небоскребов очень красиво конечно фотосессия не очень получилось маму я нафоткала а сама себя опалкой как-то ну не очень там опять же такие ссори так как я фотограф мне надо все рассказать солнце я я бы наверное сказала помешало мне сделать четкую качественную фотосессию себя мама у меня там что-то пощелкал ему тоже сзади пропадал фон а мануальный фокус я еще не изучила на своей новой камере и некогда было там разбираться в общем что получилось то получилось не первый не последний раз москве на фоткаемся еще что нам понравилось там на фоне москва-сити какие-то девушки ну какая-то субкультура я не знаю рокот или панк рок или готы в общем в костюмах таких рокерских что-то танцевали и там парень ходил с видеокамерой снимал клип я это тоже все сняла естественно все события все интересные фишки все это фотографирую снимаю отсылаю достоки не думаю что это продастся но может быть кому-то зайдет потом мы спросили что они снимали они сказали какой-то клип на песню какой-то корейской группы если вы вдруг узнаете по костюмам или по я не знаю чему по их движениям что они изображают пишите в комментариях очень интересно что же это было такое а так вот посмотрите как они танцевали на фоне москва-сити и ну и финальной точкой нашего путешествия в москву естественно стала опять же таки красная площадь вечером воскресенье вечером приехали мы на красную площадь и чуть-чуть опоздали на смену караулов то есть ровно в 6 часов мы вышли из метро но я успела снять этих офицеров которые уходили уже покинули караул свой и уходили с площадки памятника неизвестному солдату потом мы рядом с охотными рядами полежали там на траве кстати рядом с кремлем но я не знаю вроде бы нигде мы не нашли табличку что запрещено ходить по газонам много людей лежало отдыхало там прямо как в гайп-парке то есть видимо там уже настолько утрамбовался газон что разрешают рядом с кремлем лежать на траве мы тоже полежали немножко отдохнули такими мелкими перебежками мы периодически где-то лежали на каких-то лавочках на траве и старались немножко так отдохнуть спустить ну там минут по десять и снова в бой и снова изучать москву и ходить рассматривать все достопримечательности мы просто прошлись до парка зарядье где я хотела снять этих роботов мы пришли и я сняла полностью как он там готовит кофе и отправила это на стоп это сто процентно продаться и после этого мы прошлись просто по красной площади рядом с собором василия блаженного купили по мороженому но мы пытались весь день где-то пообедать но так опять же таки и не нашли мы видимо какие-то привередливые в еде нам хотелось гарнир с мясом но что-то такое и недорого как обычно привередливые кстати на английском слово называется фаси и все англичане стараются быть не фаси шесть на фаси говорил мне там папа про девочку за которой я ухаживала там она есть все что угодно пожалуйста готовь все все что угодно она съест ничего она не ела из того что я готовила так что фаси не фаси но быть фаси но не признавать что ты фаси это вот я не знаю пик совершенства английской культуры не знаю как это рассказать в общем быть фаси не рекомендуется в англии но а мы привередливые мы этого скрывать не будем если нам что-то нравится нам это нравится если что-то не нравится мы говорим прямо от чего наша жизнь становится намного намного проще и вот в таком вот советском ларечке мороженого мы с мамой купили по одному мороженому это все чем мы отпраздновали ее день рождения ну с кряги мы ну что теперь зато там было написано кремлевский выбор один стаканчик обычный стаканчик по моему 70 грамм стоит 100 рублей на красной площади вот это конечно не кремлевский выбор ну так вот мы отпраздновали мамин день рождения в принципе подарком была как раз таки сама поездка впечатления и ощущения очень праздничные радужные и счастливые то есть выехать куда-то просто пошататься по другому городу поизучать историю и какие-то новые фишки посмотреть на людей посмотреть как живет другой город столица нашей родины тоже почему бы нет вот пока и все что я хотела рассказать о москве очень много получилось но очень много интересных и событий и впечатлений хотелось просто поделиться может быть кто-то по моим шагам по моим стопам тоже подумает и решит съездить в москву так как сейчас за рубеж не очень то выпускают все же началось как раз с того что я в конце августа планировала ехать в лондон у меня виза была до 1 сентября но к сожалению 14 дневный карантин там не отменили по приезде в лондон я должна была сидеть 14 дней где-то это не для меня поэтому я лучше смоталась в москву а в лондон как-нибудь в другой раз когда откроются полностью все границы и не будет никаких карантинных мер и так далее засиделись мы дома куда-то ехать в какую-нибудь Турцию получать вирус и распространять его среди своих друзей и знакомых тоже неохота дай бог что мы не подцепили этот вирус в поезде в других во всех местах мы ходили в масках как оно все будет дальше поживем посмотрим не знаю куда я до конца года еще выйду или нет очень бы хотелось куда-то съездить но в лондон уже точно не поеду не интересно мне там осенью и зимой может быть в Швецию съезжу может быть в Латвию у меня там живут подруги приглашают в гости кто знает сейчас возьму открою шенген если границы откроют ну пока сижу безвылазно границы закрыты в общем куда открыт доступ куда более безопасно ехать в плане коронавируса туда и едем вот в ближайшее время еще запланировала поездку с подружкой в Карелию никогда там не была говорят красиво леса, озера посмотрим тоже конечно буду снимать расскажу и покажу пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч .